Так и до гражданской войны недалеко. Родина Первого Совета старательно открещивается от коммунистического прошлого. Переименование проспектов Ридриха Энгельса и Площади Революции вызвало небывалый общественный резонанс. Появится ли в городе Шереметьевский проспект и Георгиевская площадь, решит Гордума 31 октября. А пока горячие споры, в основном в интернете. Депутат облдумы Михаил Шор вообще предлагает ввести мораторий на переименование. Дело в том, что попытки властей подменить реальные проблемы псевдопроблемами с каждым разом становятся все более явными и беспардонными. Я согласен, давайте переименуем. Но только после того, как на месте торговых центров вновь будут работать фабрики. Когда не будет постоянных проблем ЖКХ и прочих. Вначале надо решать проблемы первоочередные, а там уже можно переименовывать, делать что угодно. Сейчас не то время, чтобы этим заниматься. А вот Ивановская митрополия считает, что время перемен наступило. Церковь заявила, что 30 октября на Шереметьевском проспекте состоится молитвенное стояние в поддержку переименования. Они написали, что стояние будет уже на Шереметьевском проспекте. Такое ощущение, что вопрос уже решен. Я считаю, это в первую очередь некорректно и неуважительно к другим людям. Надо уважать и верующих, и неверующих. И не надо, образно говоря, гнать лошадей. Масло в огонь подливают абсолютно все. И церковь в том числе. Митрополия собирает подписи за переименование. Коммунисты и общественники против. Внезапно для всех появился и третий вариант. Ивановец Андрей Спиридонов против возвращения исторических названий. Он смотрит в будущее, а потому предлагает площади и проспект присвоить имя Владимира Владимировича Путина. Письмо с инициативой Спиридонов передал в Гордуму и попросил рассмотреть его вариант самым серьезным образом.